Здравствуйте! При упоминании Арктики и Северного полюса сразу становится холодно, но предлагаю вам все же потерпеть, потому что сегодня мы поговорим про дела арктические. Северная полярная область земного шара, примыкающая к Северному полюсу, и называется Арктикой. Происхождение связано с созвездием Большой Медведицы, по-гречески Арктикос, под которым лежит эта область. Впрочем, гораздо больше об этом осведомлен директор национального парка «Русская Арктика» Роман Ершов. Здравствуйте, Роман Викторович! Здравствуйте! Парк был создан 15 июня 2009 года, и учреждение имеет стратегическое федеральное значение, правильно? Все верно! Какие наипервейшие задачи перед вами поставили, когда создавали этот парк? Когда создавался национальный парк «Русская Арктика», наипервейшие задачи перед ним стояли такие же, как и перед любой особо охраняемой природной территорией Российской Федерации. Это, в первую очередь, охрана, охрана соблюдения природоохранного законодательства. Во вторую очередь, это ведение регулируемого туризма на территории, как самой особо охраняемой территории, так и подведомственных особо охраняемых территорий. И ведение научной деятельности на данной территории. Вот три основных задачи, которые были возложены на национальный парк «Русская Арктика». Ваши учредители – это правительство Российской Федерации. Почему же все-таки дирекция парка находится именно в Архангельске, а не в Мурманске, в Санкт-Петербурге? Ну, все-таки территория национального парка «Русская Арктика» – это северная конечность острова Северного, архипелага «Новая земля». И подведомственный ему федеральный заказник – весь архипелаг земля Франца Иосифа вместе с акваторией. Это все-таки архангельская территория, архангельская область, а непосредственно земля Франца Иосифа – это приморский муниципальный район, тот район, в котором мы с вами живем. Поэтому я думаю, что это вполне логично было, что именно город Архангельск стал городом, где располагается учреждение национального парка «Русская Арктика». Нам повезло, можно сказать. Ну, да, другого и быть не должно. Хорошо. Самым актуальным сегодня все-таки является вопрос из всех ваших задач, которые вы перечислили – это очистка, уборка Арктики. Так? Безусловно, вот ликвидация прошлого экологического ущерба, который был оставлен в советские периоды на арктических территориях, это одна из немаловажных задач, возложенной на национальный парк «Русская Арктика» в части его границ. Вот давайте об этом подробнее поговорим. Что сейчас находится под опекой «Русской Арктики»? Значит, ну вот я повторюсь опять же, это северная конечность острова Северный, архипелага Новая Земля, севернее полигона, и общей площадью 1 миллион 426 тысяч гектар, вместе с акваторией и всеми островами, там более 20 островов. И вся территория архипелага Земля Франции и Иосифа вместе с акваторией, это более 191 острова. Сколько сейчас грязного наследия в Арктике? Ну вот по подсчетам специалистов, в Арктике находится, вот на данной территории, на островах архипелага Земля Франции и Иосифа, находится более 250 тысяч тонн грязных отходов, как мы говорим. И сейчас наша задача сократить данные наследия. Что вы называете отходами? Это все, что связано, это нефтепродукты, склады с нефтепродуктами. Но они в бочках каких-то, да? Они находятся в 200-литровых бочках, в ямкостях 25-кубовых, 50-кубовых. Какие-то из них протекают, какие-то из них разрушились, какие-то уже вытекли и находятся. Какие-то еще находятся в достаточно терпимом состоянии. Большинство из них располагается в прибрежной зоне. И также там находятся так называемые помойки разной старой техники, старых строений, металлолома. И подобного рода все, что использовалось. В Арктике раньше работали в советский период по принципу практически все завозилось, использовалось. И когда изнашивалось, оно просто бросалось, практически не вывозилось. То есть не было такой задачи, но все равно ведь как-то думали про это, как вывезти? Нет, видимо, как-то думали, поэтому, но скорее всего, что руки не дошли еще до вывоза. Потому что, на самом деле, работать в Арктике в тех условиях очень сложно. Очень короткий период времени, очень сложные климатические условия. А поэтому, скорее всего, с этим и были сложности. Сколько экологического десанта потребуется, чтобы все это вывезти из Арктики? Ну, с островов земли Франции и Осипа. Оценить в людях, конечно же, это очень сложно технически. Вообще, по подсчетам специалистов, где-то работать, учитывая сезонность работ, это максимум 3 месяца в году. То есть только летом, летние месяцы? Только летние месяцы. Зимой вы вообще туда не заезжаете? Зимой работать по ликвидации очень сложно, и это практически невозможно. Тем более, в полярную ночь это вообще невозможно. И себестоимость, она просто в десятки раз будет выше, но неэффективна. То есть вы заезжаете когда? С мая, с июня? Вот вообще основные работы можно начинать, это июнь, июль, август. Самый благоприятный период для выполнения этих работ. В этом году мы начали работы с мая месяца, потому что было принято решение отдельно на остров зайти под сопровождением атомного ледокола, зайти в ледовый причал, выгрузиться на ледовый причал, как и в советский период, собственно говоря, выгружались, и разбить там лагерь, и уже с мая месяца начать активную работу. Получилось? Получилось. Получилось зайти в ледовый причал, вот, слава богу, все прошло нормально, никто не пострадал, в смысле, что лед выдержал, вот, все прошло, я оценил достаточно удачно, вот, и по временным затратам достаточно удачно получилось, вот, молодцы, справились, исполнители работ, вот, значит, и на сегодняшний момент там уже они должны подходить к где-то к одной тысяче, вот, скоро будет, как они подойдут, к одной тысяче уже ликвидировано, то есть процесс уже запуска работ произошел. Ну, вот, все-таки, я, может быть, отвлекаюсь от основного вопроса, сколько экологического десанта, то есть это вот в людях мы пересчитать, если, или сколько заездов требуется. Ну, поглядите, по практике прошлого года, в прошлом году работало более 100 человек, в этом году планируется приблизительно такое же количество, ну, где-то 100-120 человек будет работать. Это наше все, архангельские? Каким образом набирается группа? Значит, это и архангельгородцы, у нас работают и исполнители, и генеральный подрядчик, это Санкт-Петербург, Севморгел, у него находятся на субподряде, в том числе и наши субподрядные организации, конечно же, они преимущественно, это наши архангельгородцы. То есть это специалисты какие-то, они должны понимать, что они делают? Конечно же, это трактористы, это экскаваторщики, это сварщики, которые... То есть рабочие специальности можно... Да, это именно рабочие специальности, которые идут по технике, это не разнорабочие, а именно высококвалифицированные специалисты. Нужно ли проводить аналогичную уборку новой земли? Она сегодня является закрытой территорией. На самом деле, вот ту часть, на которую распространена территория Национального парка Роскартика, мы и там, вот те объекты, которые находятся на территории непосредственно парка новой земли, мы их в этом году также приступаем к ликвидации. И в этом году мы планируем ликвидировать не менее четырех тысяч тонн отходов на территории новой земли как раз. Новая земля меньше загрязнена, чем земля Франца и Иосифа? Территория парка загрязнена меньше, чем территория архипелага земля Франца и Иосифа. И прежде чем убрать что-то с территории, я думаю, что вы согласитесь, нужно понимать последствия этих действий. Правильно? Я знаю, что в почве обнаружены токсичные вещества. Вот как вы решаете вот эти сложные, острые моменты? Безусловно, в почве будут находиться различные нефтепродукты. В том числе и содержащие токсичные вещества, такие как полихорильный бифенил. Но, как показали исследования, таких веществ достаточно низкое количество. Вот полихорильный бифенил. Они применялись преимущественно в конденсаторах. Значит, их достаточно немного применялось. Но вы говорите, что некоторые бочки, в общем-то, вытекли. Да, и преимущественно те бочки, которые вытекли, они не содержали данных веществ. Вот. И поэтому, конечно же, находится нефтяное загрязнение. И, конечно же, необходимо будет применять рекультивацию территории земли. Вы на кого-то равняетесь, вот как проводят очистку, уборку другие страны? Берете с кого-то пример? Или вот сами с усами? Нет, вообще, конечно же, дело все в том, что та эпоха, когда вот была советского периода, она, в принципе, освоение Арктики, оно шло одинаковыми шагами не только у нас в Советском Союзе, но и за границей. А поэтому задача очистки Шпицбергена, задача очистки Арктических островов, Соединенных Штатов Америки, территорий, Канады, Южного полюса, конечно же, она точно так же стоит, и они ей давно занимаются, насколько я знаю. И на сегодня так же эти процессы идут, так же Арктическая Канада, она, так же они продолжают чистить еще. Вот, равняться, конечно же, есть на кого, что, в принципе, нужно равняться, я думаю, что на природу, на чистую, первозданную природу, потому что все-таки изначально человек туда, человек там не жил, человек туда зашел стихийно, человек стихийно там весь этот мусор оставил. Надо понимать, что он там гость все-таки. Да, он, безусловно, там гость, там хозяин, это в первую очередь белый медведь, вот, там хозяева, те животные, которые там умудряются выжить в тех условиях, вот, а поэтому, я думаю, что равняться надо только на природу, и стараться сделать максимально чисто, вот, насколько это позволит технологии, насколько это удастся человеку. Мы технологиями обладаем? Нет, безусловно, был, когда готовился проект, вот, то был проанализирован опыт технологий зарубежный, вот, и были на сегодняшний момент здесь используются, я считаю, наиболее подходящие технологии для этих территорий, вот, для этого климата. А вот потепление климата, тоже есть проблема, правда? Руководитель программы климата и энергетика Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин заявил, что среди основных последствий изменений климата происходит повышение уровня мирового океана, число и интенсивность опасных метеорологических явлений, таяние многолетней межзлоты и деградация ледников. Как это наблюдается на островах земли Франца и Иосифа? Ну, я бы, во-первых, потепление проблемой не называл. Все-таки это естественный цикл природы. оно никогда не стоит, природа никогда не стоит все на одном месте. Вот, там всегда идет все в динамике, все изменяется. И на сегодняшний момент, да, действительно, мы наблюдаем некоторые сезонные изменения вот в температурном режиме. При всем при этом на островах, конечно же, мы сравниваем ближайшую перспективу. То есть, то, как у нас было прошлый год, позапрошлый год, там, пять лет назад, мы явно помним, явно знаем. И то, что есть у нас вот сейчас. Да, наблюдается, конечно же, уменьшение льдов, оно видно визуально, так скажем, идет эрозия береговой линии вот в тех местах, где она подвержена береговая линия эрозии в результате, опять же, потепления, как мы говорим. И, конечно же, вот те объекты, которые человек в свое время расположил достаточно близко к береговой линии, они находятся в зоне либо подтопления, либо в зоне обрушения. И, конечно, эти объекты сейчас необходимо, меры по ним первоочередные, а иначе он, если рухнет, то это попадет в океан, из океана доставать уже гораздо все сложнее. Вот. В частности, вот это, почему и было в этом году принято решение захода в мае месяце. Потому что тот остров, который мы в этом году начали чистить, остров Грэмбелл, основные силы, брошенные именно на этот остров, потому что там как раз и оказалась такая ситуация, что склад с нефтепродуктами, очень большой склад с нефтепродуктами располагался в береговой линии, непосредственно близости к берегу. Все течет, все изменяется, нам просто к этому надо относиться как к данности и не паниковать. Конечно. На сегодняшний день вы можете спрогнозировать, сколько времени нужно для окончательной уборки вверенных вам территорий? По прогнозам, опять же, специалистов, это где-то до 2020 года, если вот такими темпами, как сейчас, можно будет говорить о каком-то завершении работ по ликвидации на островах Архипелога Земля Франции Иосифа. Ну что ж, в завершении, Сергей Викторович, три коротких вопроса и три ваших коротких ответа. Согласны? Вы... Согласен. Когда бы вы хотели показать Арктику своему трехлетнему сыну? Я думаю, что лет с 9-10 уже можно показывать, насколько это получится. Не знаю, на самом деле дети, которые рождаются на полярных станциях и которые там живут, это очень уникальные дети, они очень эрудированы, потому что так вот сложилась практика, они воспитаны, в природе живет, в тех, в арктических условиях. Но при всем при этом все должно быть вовремя, потому что Арктика это очень суровый климат, и ребенок должен все-таки уже в таком воссозданном возрасте уже понимать. А что вас поражает больше всего в Арктике? Меня поражает то, как удается тем животным все-таки выживать в тех условиях, и это во-первых, а во-вторых, меня поражают открыватели Арктики, исследователи Арктики. Как им удалось, потому что большинство экспедиций, которые были в Арктику, они все в той или иной степени трагичны, опасны, и все, так сказать, сейчас, как говорится, с приключениями. И как им удалось пережить эти приключения, это очень сложно понять, и особенно физически, морально. Это были очень крепкие люди, которые были в Арктике, удовольствием выжить там. А Арктика действительно меняет человека? Конечно же. Я думаю, что если бы вы попали на Луну, вы бы тоже, скорее всего, что изменились. Попасть в Арктику зачастую иногда так же сложно, как попасть на ее Луну. Увидишь каждый день, вроде бы, она и близка, и кажется, с Арктикой может быть такое же сравнение можно привести. Спасибо вам, Роман Викторович. Это был Роман Ершов, директор Национального парка «Русская Арктика». При всей суровости образа Арктики она обладает самой хрупкой экосистемой на нашей планете. Сознавать это и почетно, и очень ответственно. Такие дела. До свидания и до встречи.